Поговорим немножко о тепловой защите двигателя. У нас по умолчанию в преобразователе реализована так называемая электронная тепловая защита двигателя. То есть в мозгах частотника крутится математическая тепловая модель двигателя, которая основана на двух вещах. Тип двигателя выбранный в 71 параметре, да, по-моему. Или 73. Я уже иногда забываешь такие вещи. Правильно, в 71 параметре. В 71 параметре мы выбираем тип двигателя. Заводская установка, стандартный двигатель, самобдув. И 9 параметр это номинальный ток этого двигателя. Соответственно, зная частоту вращения двигателя и ток, который потребляет этот двигатель, преобразователь рассчитывает температуру обмоток двигателя и на основании этой температуры расчетной, решает срабатывать в тепловой защите или не срабатывать. Он там при достижении 90 процентов критического значения начинает предупреждение выбрасывать. Ну а если уже считает, что двигатель перегрелся, то есть в какой ситуации это может быть? Если мы вращаем, длительно работаем на малой скорости, то есть без самообдува фактически, но при номинальном или даже выше иногда токе. Достаточно быстро двигатель перегреется, он это учитывает. Естественно, как любая расчетная вот такая вот вещь, она не точная. И иногда бывает, что клиент говорит, что вот у нас все в порядке, а срабатывает у нас перегрев двигателя, защита срабатывает и так далее. Я говорю, ну вы померили температуру двигателя, хоть руку на него положили, все нормально, не обжигает. Ну, значит, загрубите 9 параметр. Это, кстати, очень часто бывает именно на тихоходных моторах, которые переразмерены. Значит, есть более надежные способы осуществлять тепловую защиту двигателя. И они предусмотрены конструкцией преобразователя. Таких способов H2 и оба связаны с измерением реальной температуры двигателя. Значит, во-первых, есть двигатели со встроенной тепловой защитой типа, ну, контакт, да, биметаллическая пластинка, жабка так называемая, которая смонтирована либо прямо в барно, либо заделана в лобных частях обмотки и контакт. Ну, ее провода выведены в барно, мы можем к ним подключиться. Это наиболее простой способ защиты. И на моторах, скажем так, побольше и посерьезнее, чаще всего, опять же, в лобные доли, в лобные части обмоток, заформованы, заделаны термисторы, термосопротивления. Значит, чаще всего там их несколько, иногда даже два комплекта независимых на совсем уж хороших моторах. И тот, и другой способ мы можем использовать, подключив эти устройства к частотникам. Значит, первый, самый простой, это вот термовыключатель. То есть, это термоконтакт, термоконтакт, который размыкается при достижении определенной температуры. Значит, любой дискретный вход преобразователя мы можем назначить входом вот такого сигнала перегрев, overheat. Для этого мы в соответствующий параметр записываем семерочку и этот самый, и все. То есть, как только у нас пропадает единичка пропадает сигнал на этом входе, то есть, контакт разорвался, у нас срабатывает ОХТ, значит, защита от перегрева. Все. Это проще всего. Если мы используем термисторы, то это немножко сложнее. Значит, у нас есть дискретный вход АУ, АУКС, значит, который имеет двойную функцию. На плате ЦПУ находится микропереключатель, с помощью которого мы можем физически переключить этот вход АУ из режима дискретного входа в режим аналоговый вольтовый. Значит, то есть, там прямо так и написано. АУ ПТСИ. Значит, как только мы его перещелкнули, у нас там цепь как бы пересобралась на плате и теперь нам осталось сказать частотнику, что у него этот вход переключен и выполняет функцию измерения буквально температуры. Для этого мы, значит, в 184 параметр, то есть, это функция входа АУ, пишем 63. И у нас система сконфигурирована на измерение температуры через вход АУ, с помощью термистора, заформованного в двигатель. Значит, это используется на взрослых моторах, у которых очень часто есть такие датчики температуры. Это используется, но показать, вот, мне просто нечем вот здесь дома, да, как, как у нас будет работать схема с измерением реальной температуры. А вот показать, как будет работать защита по термоконтакту, по термовыключателю, ну, это проще паренарепы. Сейчас попробуем. Так, значит, что мы делаем. Вот 184 параметр, значит, он у нас заведен на, вот, Тумблер АУ. Вместо штатной его четверочки мы запишем семерку. И как только мы записали, у нас щелкнуло реле, и мы сидим на ОХТ. То есть, у нас сразу защита сработала. Замкнем мы этот сигнал, сделаем сброс. Все. Вот сейчас мы готовы, так сказать, работать по тепловой защите, по тепловому контакту. Ну, для простоты включим привод. Вот он крутится с какой-то там скоростью, да, поработал, и у нас сработал термоконтакт. Все мгновенно. Привод остановился и завис на ОХТ. Если мы сбросили, привод перезапустился. Вот. Все просто. Значит, ну, понятно, что все это прекрасно описано в инструкции. Я просто хотел обратить внимание ваше на то, что вот такие возможности есть. Значит, и ими стоит пользоваться. Ладненько. Все. Счастливо.